Друзья, привет! Здравствуйте! Меня зовут Катя. Был у меня в гостях на канале, который посвящен вещам, сделанным своими руками. Сегодня не использую слово красивым, потому что у меня тут висит кое-кто, кто мне мешает использовать это слово. Потом попозже расскажу, в чем проблемы. Я, в общем, не совсем сегодня довольна результатами своего труда. В общем, это будет визуальный эпизод, который за недельку с хвостиком. Просто вам расскажу, что случилось, что связалось. Новостей особых нет, потому что я болею, поэтому заранее прошу простите, если меня будет немножко штормить. У меня здесь сразу лежит собака, которая грызет рог. Тоже его слышно очень хорошо мне. Это семья, никуда я от этих звуков не могу. Итак, готовая работа, не моя работа и процесс. Вот у нас три пункта на повестке дня. Давайте начнем для разминочки с процесса. У меня есть план на этот. План этот я стараюсь все-таки придерживаться его, потому что он не смирно то, что он не большой. Он все-таки требует внимания, требует работы и времени не так много, а дел приличные на работе дома. В общем, чтобы хотя бы его реализовать, мне надо двигаться по плану. Поэтому я по нему двигаюсь. И сейчас у меня в работе один из самых легких процессов. Но не сказать, что быстрых, но просто он легкий. Практически прямоугольник вяжи, вяжи. Это вот мой жилет. У меня уже была связана полочка. Послушайте, как здорово смотрится. Я первый раз вижу вот в таком большом объеме через монитор. Прям даже вот очень даже хорошо. Не полочка, а половинка полочки. И на этой неделе я занималась тем, что вязала вторую половину полочки. Для меня этот участок является критичным, потому что я... Это бобильный твит. Вот бобинка. 20% полиэстер, 80% 80% шерсть. Бобильный твит называется глазгу 12. Итальянский метраж. Метраж нет, но метраж такой средний. Нить очень в сильной скрутке. И, конечно, совершенно это не то, что будет после ВТО. Вы видите, да? Вот эта фактура и вот эта фактура даже цвет немножко отличается чуть-чуть. И поэтому для меня критично образец образцового большого полотна большим полотном. Вы сами прекрасно знаете, что иногда что-то идет не так и получается немножко не так, как ожидал. Поэтому мне надо, мне критично довязать вторую часть полочки. Я сейчас на вот этом месте. 15-е переплетение. 15-й раппорт выполнен. После 16-го я начну вывязывать горловину. Ну, то есть вот я прям хорошо-хорошо продвинулась. Мне надо все это дело пристирать очень хорошо, сблокировать. После этого сделать центральный шов и посмотреть, как все это выглядит. Есть вопросы к пряжам. Вопросы такие, как обычно, под виду. По бобинному две претензии. Кассета не держит резинку. Вот так выглядит резинка на первой детали. Ну, тут еще более-менее. А вот на второй детали все выглядит очень не очень. Вообще черти что. Ну, в общем, тут даже невооруженным глазом видно, что как будто бы разные люди вязали. На разных спицах, из разных пряж. Совершенно не структурно. Все поехало, покосило. Как-то вытянулось. Хотя разница по времени между полочкой этой и второй части полочки вообще никакой. Я одну закончила, вторую начала. Абсолютно те же инструменты, те же руки, те же условия среды в вязании. Но почему-то вот здесь вот резинка как-то пошла волной. Я пока не сильно не расстраиваюсь, жду ВТО. Потому что после ВТО все будет выглядеть вообще как-то иначе. Хотя, конечно, надо было мне подумать головой. Потому что вот вид он и так подкашивает очень сильно. А у меня здесь резинка. Да плюс еще есть диагональное вот это вот направление боковой вот этой планки. И даже невооруженным глазом видно, что, видите, не вертикальные вот эти вот крайние лицевые ряды не вертикальные, а они под наклоном. Надо по-доброму-то все блокировать, чтобы было вертикально. То есть сильно, сильно деформировать. В общем, надо стирать, надо брать иголки, булавки, прикреплять все это к мату и смотреть, как форма зафиксируется. Мне очень нравится, еще раз повторюсь, фактура основного вот этого полотна. Если с резинкой что-то пойдет не так, после ВТО я просто ее отниму снизу и что-то придумаю. Какую-то более подходящую для Твида резинку. Надо что-то, ну вот, у них надо будет просто продумать. Вот. С Твидовой пряжей много бывает сюрпризов. И, как правило, все эти сюрпризы для разных составов, для разных производителей все-таки одинаковы. Я не знаю, как это работает, потому что Твид ведь это не состав пряжи, это не грудка пряжи, это фактура пряжи. Вот эти вот крапушки, я вам покажу на свитере, вот это и есть основа Твидового полотна, когда в нить впредаются крапушки различных цветов. Это могут быть такие же цвета или могут быть какие-то контрастные или просто другие цвета. И здесь вот у меня крапушек очень мало. Вообще минимальное количество. Здесь максимальное количество. Здесь шерсть с полиамидом, здесь шерсть мериносовая с кашемиром. Но свойства и вот эти вот болезни пряжи, как знаете, как детские болезни, одинаковые, что тут, что тут. Во-первых, с резинкой надо быть очень аккуратным. Во-вторых, полотно косит. И надо очень аккуратно делать ВТО. И в-третьих, пряжа совершенно не держит рулик. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Сейчас я примерю на себя. Здесь кажется, что ну что-то как бы все-таки более-менее хорошо. Но рулик, проблема в том, что он должен быть по всей горловине и на плечах в том числе. Но нет, в местах, где пряжа в натяжении, там вообще никак. Она совершенно не держит вот это вот напряжение, не держит форму. И рулик-то раскатывается. Давайте я примерю вот эту вот красоту. Хотя нет, давайте я сначала расскажу вам про жилет, который сейчас на мне, чтобы два раза не переодеваться. Потом примерю джемпер. Значит, это тот самый жилет, который я нашла на даче. Это жилет вязала моя мама. Он из хорошей пряжи, я ее вспомнила. Это, по-моему, какой-то немецкий производитель. Ну, я вспомнила, как я ее покупала. Сто процентная шерсть, то есть это не Россия, не Турция, не что-то. Это что-то вот хорошее, благородное. И это видно сразу, потому что, во-первых, она колюченькая, тепленькая. А во-вторых, цвет, вот сколько лет этот жилет уже носили, он совершенно не поменялся. Никак. Он не выленил, он не выгорел, он вообще никак. Вот он какой был, вот такой и остался. Жилет связан, конечно, очень простенько. То есть тут совершенно прямая форма. Вот вы видите, вообще просто прямая. Боковые швы, плечевые швы, они тоже срезаете прямые. Но здесь сейчас на картинке кажется, что я в нем квадратная, потому что картинка обрезает. Но на самом деле он, в принципе, смотрится неплохо. Вот так он смотрится неплохо, в нем есть лишняя длина. Я бы вот его, знаете, вот так бы сделала. Вот такой вот длины. Это уже с резинкой. И тогда бы ничего тут лишнего не собиралось. И смотрелось бы все как-то более пропорционально. Может быть, я это сделаю. Здесь, конечно, простая совершенно обтачка. Но он, мне кажется, очень даже имеет право на жизнь и хорошо смотрится с рубашкой. И вообще он очень приятный. И рисунок такой какой-то получился очень даже интересный. Такой геометричный и вроде бы даже универсальный. В общем, вот такой вот красивый жилет я нашла. Я его постирала, пропарила, где-то там что-то почистила. И вот сейчас он переехал в мой гардероб. Я жду осень, чтобы его начать носить, потому что пока невозможно. Все, надеваю джемпер и встречаемся снова с вами. Будет долгая-долгая песня. Итак, друзья, вот и мы и вернулись. Сейчас видно ситуацию с горловиной. Это, в принципе, самый большой, я думаю, что единственный какой-то критичный такой недостаток в работе. На самом деле он получился ровно таким, каким я его задумала. Вот этот вырез горловины. Мне хотелось глубокий вырез. Хотелось что-то а-ля лодочка. Но не хотелось, чтобы это были полностью открытые плечи. Ну, и не хотелось какой-то тяжелую обработку. Вот, собственно говоря, я получила, что хотела. На самом деле, да, претензии у меня только к себе. Возможно, и стоило так сделать, чтобы понимать, еще раз себе отложить, что не каждая пряжа подходит под любой фасон. Здесь за счет того, что в твиде есть кашемир, он, конечно, полотно, конечно, нежнейшее. Просто тончайшее, не тончайшее, а нежнейшее. И именно такое странное ощущение, когда у вас получилась очень теплая вещь, но при этом она мягкая. Он мягкий, как котеночек. Очень приятно его трогать. Это твид Харрис. По-моему, он шотландский. 30% кашемира и 70% шерсти мельносовой. Очень приятная получилась фактура после этого. Во-первых, сама по себе вещь-то мне нравится. Мне она скорее больше нравится, чем мне нравится. Я потом скажу, что мне удалось сделать так, как я задумывала. Просто, видимо, задумка была плоховата. И вот, в частности, с горловиной. Она смотрится это ничего, но я сейчас долго прихорашивалась. То есть, просто так нацепить свитер и побежать. Ну, она вот каким-то мешком летается. Сзади тоже без всяких пузырей. В принципе, лежит нормально. Без рубашки носить невозможно. Потому что вот это все, все как бы видно. Я не очень люблю такие открытые вещи. Мне в них не комфортно. Мне они очень нравятся на других. В том числе и на девушках. Плюс обалденно смотрится вот эта декольтированная зона. Но для меня это не очень подходящее. Потом, все-таки образец не дал возможности прям идеально так рассчитать плотность. И мне казалось, что у меня чуть-чуть все-таки повыше будет. За счет того, что будет рулик. И будет повыше начало плеча. И чуть-чуть повыше будет пройма. Вот этого чуть-чуть это ощущается. Но все-таки она низковата. Это классический Хейвард. То есть вот прямая, совершенно простая регланная линия. С прибавками в каждом третьем ряду. Без всякого анатомического вот этого... Без всякого анатомического расчета. Она, конечно, хорошо смотрится не на рубашку, а все-таки на голое тело. Потому что эта вещь вот должна прямо обтекать. Рубашка не совсем создает нужный эффект вот под ней. И видно, что что-то под низом есть. Надо все-таки либо мне какую-то манишку, либо безрукавку. Безрукава что-то носить. Вот. Классная получилась фруктура после этого. Очень мягкая. За счет этого она ненется. Есть такой момент. Но опять же к телу бесконечно приятно. И вот еще за счет этого надо все-таки как-то искать какой-то вариант с безрукавками. Не с рубашками, с таким вот рукавом. Я сейчас еще раз, видимо, переделусь по мере без рубашки. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Я так спутанно, сумбурно говорю. Друзья, вы меня извините. Но я правда еще вчера очень сильно температурила. И немножко я сбиваюсь. Мне не очень хочется прерывать вот этот вот поток видео. Дело даже не в развитии канала. Дело в том, что это меня стимулирует, меня мотивирует как-то двигаться. И даже я как-то составив этот план для себя сформулировала, что я хочу все-таки связать до конца года. Эти вещи действительно мне нужны. И мне, я понимаю свои темпы. Я себя стараюсь сама как-то организовать, подогнать. Вот в частности вот этот жилет я уже вижу с какими-то еженедельными своими задачками. То есть мне каждый день надо связать определенное количество рядов. Иначе я выбиваюсь с собственного какого-то там графика. От этого, конечно, никто не умрет. Но мне хочется все-таки выполнить вот эти свои планы. И видео мне в этом помогает. Потому что я понимаю, что прошла неделя, уже неделя прошла, и никуда не сдвинуться. Надо бы как-то двигаться. Вот поэтому я сегодня снимаю. Мне хотелось поделиться и жилетом, и джемпером. И вот я как бы здесь. Поэтому, пожалуйста, на меня не сердитесь, если я там что-то подбуксовываю. Так. Итак, возвращаемся к джемперу. Значит, с регланом. Что? Реглан вообще простой. Мне, кстати, тут был комментарий один о том, что не хотите ли вы в качестве роста освоить анатомический реглан. Дело в том, что в анатомическом реглане нет ничего особенного. И он, конечно же, давно освоен. И я вам дальше больше скажу, он не является панацеей. Ни вот от такой проймы, ни от лишнего подмышкой. Потому что реглан вообще не является панацеей. Во-первых, реглан – это достаточно сложный рукав для посадки. Он зрительно увеличивает вот эту вот зону. И если у вас, как у меня, здесь есть лишний объем, он это подчеркнет. Надо понимать. Я сейчас сижу. В принципе, у меня руки не в таком запущенном состоянии, как остальные части тела. И тут прям многовато. Он прям подчеркивает, концентрирует внимание на вот этой вот части. Он подчеркивает ширину плеч. Он делает их сильными визуально. И если у вас это прямые плечи, то как бы он поможет сделать их еще более прямыми. Более того, если у вас прямые плечи, то вот эту часть надо обязательно корректировать. Я здесь вообще ничего этого не делала. Надо делать вот эту выточку, чтобы вот здесь все легло хорошо. Я не делала это потому, что я рассчитывала на свободу облегания. Мне нужна была такая струящаяся вещь. И я думаю, господи, это вот он мешок и мешок. Зачем тут наволочки, ой, выточки и прочие анатомические штуки. Тут как раз за счет того, что он вот так вот и получился бы нужный мне эффект. Но вот, к сожалению, я могу в таком виде носить его только на рубашку. Поэтому особого эффекта не получилось. Хотя вещи я буду обязательно, конечно же, носить. Так вот, про реглан. Вообще, реглан, конечно, может быть очень эффектным и простым в части вязания, но его надо на себя посадить. Вам надо связать несколько вещей, чтобы отработать свою регланную линию. Вообще, вот реглан, реглан покон и круглая кокетка – это три разновидности свитера, у которых одна основа. Это так называемая большая регланная тройка. По сути, это одно – прибавки по кругу только в разных вариантах. По погону сначала мы идем по плечу, потом спускаемся вниз. Реглан у нас равномерные прибавки, круговая кокетка – прибавки по кругу. Ни один из этих вариантов. Если у вас особенности фигуры есть, он вам не подойдет идеально. Вам придется его садить на себя, где-то добавлять, где-то убавлять. И вот это все – особая отдельная тема для разговора. Вот сам анатомический реглан – ни о чем абсолютно. Вам дадут эти формулы на любом курсе, в любой школе. Только вот идите, и вам это все дадут. Потом вы сядете вязать, свяжете и такие – ой, а что-то все равно что-то не то. Потому что надо вещь либо садить на себя, дорабатывать, чтобы вещь была в хорошем балансе на вас. Либо комбинировать все эти три техники, чтобы, по сути дела, сделать то же самое. Поэтому, еще раз, сам по себе анатомический реглан – это не панацея. Поговорить про регламу можно, но уже в следующем году. Пока на этот год у меня планы расписаны, я бы хотела их придерживаться. Потому что тоже были запросы на жаккарды, особенно на жилет с разрезным жаккардом. Кстати, вот по жилет, жилет же у меня тоже входит в мои планы с разрезным жаккардом. Я практически уже навязала прототип на 42 размер уменьшенный на два раза. Со всеми стиками и прочими делами. Я думаю, что я, ну если не в следующий раз, то через раз вам точно уже этот жилетик покажу, чтобы хотя бы вы понимали, о какой вещи я говорю. Вот, такое отступление, вернемся к джемперу. Значит, опять же, упреждаю ваши вопросы. Почему бы мне не довязать горловину и распустить первый ряд, не поднять петли и не довязать? Я скажу, что я бы с удовольствием это сделала. Я думаю, даже, что если бы я просто подняла и связала бы вот такую резинку, было бы очень классно, но у меня просто, товарищи, нет пряжи. Я вывязала все. Вот эти последние рукавы, манжеты я вязала из кусочков. У меня здесь было миллион кончиков. Я их все, конечно, аккуратно выпрятала, но пряжи больше нет. Забирать снизу мне очень не хочется, потому что мне нравится длина. Вот сейчас, видите, немножко помялась, но вот длина, она такая большенькая. У меня никогда таких длинных свитеров не было. Спинка чуть-чуть пониже. Все связано в круговую сверху вниз. Здесь вот иментация шва. Резинка, кстати, смотрится неплохо. И длина такая серьезная. Прикрывая все, что надо, я в восторге от этой длины. И мне очень нравится объем. Забота облеганий на бедрах очень нравится. Мне нравится рукав, потому что я, когда переходила от проймы в рукав, я вот здесь вот вывязала, вот здесь вывязала. Вот даже, наверное, вы увидите ластовицу или вытачку. То есть я убрала лишний объем в рукаве. Мне даже нравится то, что пройма такая низко, потому что это смотрится, действительно, я сейчас без рубашки померяю, это смотрится очень классно. В общем, друзья, если я найду пряжу вот такую же на горловину, я довяжу на 1 грамм 50, я довяжу горловину и будет мне счастье. Буду я самая счастливая в этом мире, потому что джебпер получился очень хороший. Он приятный на ощупь, он приятный на ощущения. Он очень теплый и, в принципе, мне даже нравится, как он сидит. Но у меня большие сомнения в том, что я найду эту пряжу. Будем искать. В общем, вот. Друзья, ну вот последнее переодевание. Как вы видите, без рубашки все смотрится намного лучше. Надо подумать. Надо подумать. Правда, смотрится здорово. Ну вот он был задуман так, но я не готова к такой роскоши в горловине. Это слишком, слишком прекрасно для меня. Очень, очень он мягкий, теплый. И вот он такой струящийся. Я прошу прощения за такие вот вставания и приседания. Ну, действительно, я болею. Как только я смогу выйти куда-то сделать фотосессию, я это обязательно сделаю. Хотя бы просто в рост сфотографирую себя. Пока, друзья, вот только так. В общем, я не знаю. Это какой-то сумбурный очень эпизод. Потому что, во-первых, я уже, наверное, четвертую попытку делаю сзади него снять. То тюлень позвонит, то олень. И, в общем, короче говоря, вот только сейчас, в восьмом часу я добралась действительно до съемок. И то тут постоянно что-то происходит. Поэтому вот так это все сумбурно готовилось, готовилось. И все равно все, все в одну кучу. Такие у меня новости в следующий раз. Я надеюсь, уже будет мне получше немного. И я смогу вам показать полочку. Ой, не полочку, а перин полностью у сборки. Поговорим опять о превратностях твидовой пряжи. Посмотрим, что там с резинкой у меня. Покажу вам еще одну готовую работу, которую я не показывала. С той готовой работой у меня никаких проблем нет. Я тогда сейчас... Нормально же? Мне кажется, вот так вот прям хорошо, без всякой рубашки. Если носить, надо подумать, может, я как-нибудь привыкну к такой роскоши. Слушайте, мне сейчас прям даже нравится. Просто надо научиться, наверное, носить это. Вот в этом вся загвоздка. Наверное, да. В общем, вот. Покажу вам готовую работу. Еще я очень сильно хочу отступить от своего плана. Я тут с вами работу видела. Мне на встречу шла девушка в розовом жилете. Это был небольшой такой жилет. Кроп на талии вместе с резинкой. Но он, причем, совершенно простой. Просто гладь. Под горло воротник. Широкая резинка. Здесь и здесь. Но он, знаете, такого был розового цвета. Когда вот розовый чуть-чуть с каплей сиреневого. И он такой выбеленный. Прям, знаете, вот мечта Барби. Я так мечтаю о таком жилете розовом. Вот он даже не леденцовый. Он какой-то химический розовый. Он очень-очень светлый. Очень классный цвет. Мне кажется, он такой, немножечко, такой, с искоркой. Поэтому, чтобы не относиться серьезно сильно к самому гардеробу, вот такую вещь обязательно надо в него запустить. И времени вроде не должно много на него уйти. Проблема в том, что я не могу найти пряжу такого цвета. У нас там либо уж такая нежнятинка-девчатинка. Либо очень ярко. Либо очень много пыльной розы. Но вот такого, как мне надо цвета, я, к сожалению, не нашла. Поэтому, ну, это то, о чем я размышляла на этой неделе. Вот. Ну и новостей-то, собственно говоря, больше нет. Я очень надеюсь, что мы встретимся с вами в следующем эпизоде через недельку. Я вам все новенькое расскажу, покажу. А пока, друзья, до скорых встреч. Вяжите, пожалуйста. Здоровья не то жития. Пусть у вас все будет хорошо. Я вас обнимаю, поддерживаю. И до свидания. И будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.